4 самых моногамных знака зодиака. Они преданные и честные, и ожидают от партнера того же в ответ. Некоторым знаком зодиака нравится стабильность, в то время как другие предпочитают флиртовать и заводить отношения на одну ночь или крутить романы с несколькими партнерами одновременно. Если вы сейчас с кем-то встречаетесь в надежде найти постоянного партнера, тогда предлагаем ознакомиться с характеристиками нескольких знаков зодиака, которые предпочитают моногамные отношения. Рак. Раки предпочитают встречаться с теми парнями или девушками, с которыми можно построить серьезные и преданные отношения. Рак вкладывает в свою вторую половинку буквально все, и сердце, и душу. Он настолько преданный партнеру, что может даже показаться несколько навязчивым. Но именно такая непоколебимая преданность и делает его моногамным. Козерог. Козероги предпочитают в отношениях моногамию, ведь она как нельзя лучше отражает особенности их характера. Это очень традиционные люди, которые не приемлют свободные отношения. Козероги преданные и честные, и ожидают от вас того же в ответ. Они преданы во всем, что делают, и предпочитают заводить сразу серьезные отношения со своей потенциальной родственной душой, а не тратить время на мимолетные удовольствия. Ляв. Львы предпочитают моногамные отношения, поскольку очень ценят преданность и верность. И эта их черта настолько сильно выражена, что порой может сделать их склонными к зависти или ревности. Во внутреннем мире Льва происходит многое, а потому распылять свои романтические интересы между несколькими людьми сразу ему кажется пустой тратой энергии и времени. Будь то просто свидание или брак. Рожденные под этим знаком предпочитают постоянные и преданные отношения, полные искренности и честности. Дева. Дева полностью посвящает себя делу, и романтические отношения здесь не исключение. Это врожденные перфекционисты, а потому когда они с кем-то встречаются, то относятся к партнеру крайне серьезно. Моногамные отношения соответствуют базовым личностным качествам дев, верности и стремлению делать все как можно лучше. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движения планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.